МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей, здравствуйте. Тактика и стратегия. В Гомеле состоялся семинар по вопросам достижения целей устойчивого развития. Белорусский лес. Ход реализации государственной программы рассмотрели депутаты облсовета. Премьеры, аншлаги, аплодисменты. Областной драматический театр отметил 80-летний юбилей. Все подробности этих и других событий в ближайшие 26 минут. На этой неделе в Гомеле обсудили пути реализации в регионе целей устойчивого развития. Эта программа является, по сути, универсальным набором задач, которые члены Организации Объединенных Наций утвердили в качестве ориентиров развития на период до 2030 года. При этом для их достижения необходимо объединить усилия не только на международном уровне. О чем говорили участники семинаров Гомеле и какие приоритеты необходимо реализовать на местном уровне, знают наши корреспонденты. Программа ООН «Преобразование нашего мира. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» – документ масштабный. По большому счету, это стратегия, которая позволит сформировать условия для развития трех составляющих – экономики, экологии и социальной сферы. И, как следствие, человеческого потенциала. Беларусь-эксперты Организации Объединенных Наций посетили в 2017 году. Результатом этого визита стала разработка так называемой дорожной карты – приоритетных направлений развития страны. Начиная от ориентации на зеленую экономику с более эффективным использованием природных ресурсов до обеспечения в обществе гендерного равенства и развития информационных технологий. Новые технологии – это искусственный интеллект, поддержка, – это создание таких условий инклюзивных для того, чтобы все могли участвовать, и люди, которые в принятии решений, и люди, которые живут в деревне, в сельском населенном пункте, и молодежь, которая у нас сейчас постоянно сидит в интернете, чтобы они были ближе для принятия решений, могли участвовать. Это создание таких онлайн-платформ, где местные органы власти могут выносить на обсуждение какие-то проекты решений, собирать мнения, анализировать. Привлечение максимально большего числа людей к реализации целей устойчивого развития – один из основных постулатов программы ООН. Представители органов власти, местного самоуправления, науки, бизнеса, частного сектора молодежи, общественных организаций участвовать в развитии территории могут все. Такой подход позволяет отказаться от принципа «объять необъятное» и сконцентрироваться на конкретных ключевых проблемах каждого региона. Такой проект в 2017-2018 годах на Гомельщине уже реализовывался в рамках программы федерального правительства Германии по поддержке Беларуси. Несколько проектов реализовывалось на территории Гомельской области. Один из них, он был направлен на деятельность партнерской сети социальных организаций, реализовывался на территории, например, Гомельского и Рогачевского районов. И тоже был направлен на содействие, вовлечение местного сообщества, решение местных проблем в контексте устойчивого развития. Важное условие при реализации целей устойчивого развития – это партнерство различных ветвей власти и их максимально тесное взаимодействие с общественными организациями. В областном общественном объединении инвалиды-спинальники приводят конкретные примеры инициатив, реализованных при поддержке государственных структур. Провели мониторинги объектов спортивных на предмет соответствия условиям безбарьерной среды, оказали материально-техническую помощь при ТЦСОНу Советского района с установкой пантуса и ремонтом входной группы, приобрели оборудование спортивное для областного центра Олимпийского резерва по паралимпийским и олимпийским видам спорта, организовали обучение тренеров именно для инваспорта, для развития. Далеко не последнее место в целях устойчивого развития занимает экологический аспект – выбросы промышленных отходов с последующим загрязнением атмосферы, загрязнения вод и почвы, бытовые отходы. Как следствие, ухудшение санитарно-гигиенических условий проживания населения, увеличение численности наследственных заболеваний и патологий. Не все эти проблемы являются актуальными для Гомельской области, однако и у нас есть вопросы, на которые необходимо обратить внимание. Речь в первую очередь идет о переработке отходов, причем по современным технологиям. Сейчас в регионе во что-то действительно полезное, их перерабатывается чуть более 25%, что даже близко не приближается к мировым показателям. Применять у нас в республике наиболее эффективные или самые эффективные технологии по переработке, те, которые используются в европейских странах, где уровень переработки достигает 90 и более процентов. На сегодняшний день наш полигон коммунальных отходов, это Гомельский, он исчерпал, конечно, свои ресурсы. Цели устойчивого развития на международном уровне сегодня реализуются в рамках программы развития ООН при участии двух ее фондов – Детского и Фонда ООН в области народонаселения. Непосредственно в Беларуси этими вопросами занимается Республиканский совет по устойчивому развитию, в состав которого включены представители министерств и облсполкомов. На местах работу координируют региональные группы. Такое представительство позволяет определить приоритеты, исходя из местных особенностей. Что касается Гомельской области, здесь мощный промышленный потенциал. Его эффективное развитие позволит увеличить доходы населения и обеспечить социальные гарантии для наиболее уязвимых групп. Индустриальный комплекс не может существовать без внешнеэкономических связей и торговли, не может существовать без своего дальнейшего развития, модернизации. Также хочу отметить немаловажную роль в развитии малого предпринимательства. Олег Синтюров, Максим Саин, Валерий Гопанько. Новости недели. Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь 4. Мы говорим о главных событиях уходящих 7 дней. Программу продолжит обзор от службы информации. В Гомеле начали делать малоинвазивные операции на грудной клетке, которые до этого проводили только в Гродно. Уникальные вмешательства сейчас выполняют в областной клинической детской больнице. Благодаря современному оборудованию весь процесс визуализирован, что обеспечивает абсолютный контроль за ситуацией. Первые четырех операций проведены с участием гродненских медиков, последующие – гомельскими хирургами. Каждая операция длилась чуть больше часа. Грудные клетки подростков поставили пластины из титанового сплава. Их длина от 20 до 36 сантиметров. Через несколько лет их удалят. Все это время для пациентов не будет ограничений по физической нагрузке. Сейчас в Гомельской области проживает еще около 40 детей с деформациями грудной клетки. В ГГО имени Франциска Скорины прошел отборочный тур в рамках международного конкурса от компании Huawei. Имена победителей назовут на следующей неделе. А в начале 2020 года победители примут участие в республиканском этапе. Главный приз – стажировка в Китае. Правда, для этого уже сейчас необходимо быть специалистом в сфере информационно-коммуникационных технологий и хорошо знать английский язык. В ГГУ представители компании Huawei побывали впервые. По большому счету, это очередной шаг по реализации меморандума о подготовке белорусской молодежи в сфере информационно-коммуникационных технологий. Этот документ между компанией Huawei, Министерством связи и коммуникаций Беларуси, Республиканским министерством образования и компанией по развитию индустриального парка «Великий камень» был подписан в июле этого года. Интерактивные панели, диорамы и раритеты. После реконструкции в Речесе открылся музей, в котором отражена история нефтедобычи региона. Он расположен во Дворце культуры и техники «Нефтяник». Истории музея более 20 лет. Его открыли в 1998-м в честь добычи 100-миллионной тонны нефти. За это время музей пережил три большие реконструкции. Первая была в 2006-м, когда отмечали 40-летие объединения «Беларусь-нефть», затем в 2016-м, после празднования полувекового юбилея. И теперь к 55-летию. Реконструкция длилась полгода. Вдвое больше времени ушло на создание концепции музея. В Гомельской области корпоративный музей такого типа единственный, и один из двух на территории всей Беларуси. Депутаты Гомельского областного совета рассмотрели ход реализации государственной программы «Белорусский лес». Особое внимание уделили рациональному использованию природных ресурсов. В качестве примера для изучения выбрали два лесхоза Лельческого района. Почему депутаты приехали именно сюда и что им рассказали специалисты отрасли, знают наши корреспонденты. Самый лесистый район Беларуси – Рассонский, Витебской области. Леса занимают здесь 67% территории. На втором месте с показателем 66,5% – Лельческий район. А это значит, что и успехи, и проблемы отрасли здесь видны наиболее явно. Боязное заседание начинается с ознакомления с работы по лесовосстановлению. В 2018 году только на территории Лельческого лесхоза вырубили более тысячи гектаров насаждений, пораженных короедом. В этом году к ним добавилось еще около 900 гектаров. Сейчас необходимо выращивать саженцы и исправлять ситуацию. Для минимизации затрат посадочным материалом решили заниматься самостоятельно, а не покупать его в других лесхозах, как делали раньше. Получается приобретать дороже для нас, чем собственный. Все равно же мы заготавливаем лесосеменное сырье, шишки собираем, потом отправляем их в шишки сушилки сушить. И семена у нас все равно есть свои. И проще самим выращивать, чем приобретать в кого-то. Впрочем, теперь в лесничествах выращивают не только посадочный материал для лесовосстановления. В Милошевичском лесхозе еще несколько лет назад поняли перспективность выращивания деревьев и кустарников для озеленения населенных пунктов. Сегодня эти растения оказались востребованными не только в Лельческом районе. В этом году лесхоз выигрывал тендеры и в Петрикове, и в Гомеле. 75 видов, практически все востребованы, все покупают. Последние два года, это 18-19 год, в основном покупают вторая, третья группа. Это от двух до трех метров деревья и кустарники до одного метра. Не только вырастить, но и сохранить. Еще одна задача работников отрасли. Что такое лесные пожары, здесь знают очень хорошо. А поэтому для эффективной борьбы с ними используют все современные технические возможности. В Милошевичском лесхозе в середине прошлого года установили камеры видеонаблюдения. Теперь для того, чтобы определить место возгорания еще на начальном его этапе, необходимо всего несколько минут. Буквально за 10 минут может определить эту точку, выдать оповещение на экран дежурному оператору, который находится за пультом управления. Параллельно происходит также отправка уведомлений на мобильный сотовый телефон директору, главному лесничему инженеру по охране и защите леса. В Гомельском лесохозяйственном объединении не скрывают. Как и в любой другой отрасли, здесь тоже есть проблемные места. Речь, в частности, идет о более эффективном использовании низкосортной древесины. Сегодня ее запасы таковы, что с переработкой существующие в области мощности не справляются. Хотя бы частично ситуация должна измениться с введением в эксплуатацию строящихся предприятий в Мозырском и Житковичском районах. На них будет организована переработка низкосортной древесины и опилок, востребованные на внешних рынках топливные пилеты. Вообще, государственная программа «Белорусский лес» имеет три подпрограммы, и по каждой из них в Гомельской области достигнуты определенные успехи. За последние два года очень много сделано модернизации в деревопереработке. Очень большие вложения капитальные, очень много поставлено линий для того, чтобы вовлечь в хозяйственный оборот ту древесину, которую мы сегодня имеем у нас в области. Практически под 100 километров лесохозяйственных дорог построено. Это очень огромные инвестиции для того, чтобы доехать до тех участков леса, которые до этого времени были недоступны. И, если кратко говорить уже о третьей программе, это развитие инфраструктуры и особенно популяции охотничьих животных. Это основное, за что существует охотничье хозяйство. У нас закуплено в селе нового хозяйства более 600 голов оленя благородного. Это наш аборигенный вид, но, к сожалению, его стало очень мало, поэтому мы сейчас восстанавливаем эту популяцию. Выездное заседание постоянной комиссии Гомельского областного совета депутатов по промышленности, строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству носит рабочий характер. По итогам посещения лесхоза в Лельческого района будет составлен отчет, который направят в отраслевое министерство. Комиссия рассматривает все программы, которые действуют в Гомельской области, подпадают в компетенции комиссии, соответственно, по различным другим направлениям. Это комфортное жилье, благоприятная среда, это развитие автомобильных дорог, это программа строительства жилья. Потом формируется отчет уже областным советом, и он предоставляется, соответственно, для согласования утверждения соответствующих структурных ведомств республиканских, министерства всякие, концерны. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Евгений Макенко. Новости недели. Лельческий район. На неделе мировое сообщество отметило День инвалидов. Традиционные мероприятия в преддверии 3 декабря, каких в этом году немало было и на Гомельщине, напоминают о необходимости построения безбарьерного общества. И здесь не обойтись не только без помощи государства, но и всех горожан. К слову, эффективной социализацией людей с инвалидностью в регионе занимаются давно. А два года назад открыли уникальный в масштабах страны Центр инклюзивной культуры. О проекте, который дарит надежды сегодня, наше традиционное воскресное интервью. 40 лет назад в Гомеле был создан Дом культуры Випра, или в народе ДК Глухих. То есть, можно сказать, что теми инклюзии, которые сегодня уделяются огромное внимание и общественниками, и госсекторам, уже тогда в регионе, в Гомеле, уделяли достаточно большое внимание и хорошо с этим направлением работали. Да, определенно были успехи, был пик развития. Но стоит отметить, что тогда велась работа непосредственно с людьми с ограниченной возможностями по слуху. И в этом здании были формирования, сосредоточенные на этом. Но мы же пошли дальше, поскольку актуальность сегодня – это объединение людей, это работа не только со слабослышащими, но и слабовидящими людьми, с людьми с диагнозом даун, с аутистами, с колясочниками, спинальниками. Мы вот это все сейчас включаем в комплексы, уже на сегодняшний день 20 формирований, которые работают непосредственно со всей этой аудиторией. То есть задача этого зарубежного термина инклюзия – максимальное вовлечение и социализация с ограниченными возможностями. Но здесь не только речь про их участие в деятельности коллективов, а приглашаете и полностью здоровых. И в этом как раз-таки эффективность. В этом действительно и самое главное – скрытая эффективность. Когда люди, непосредственно уже начиная с самого раннего возраста, выстраивают коммуникационные отношения с людьми не такими, с людьми, грубо говоря, мы все не застрахованы от каких-то несчастных случаев. Потому что большинство людей, которые ходят в наш центр, они приобрели это уже с каким-то событием в жизни, непечальным. И поэтому найти общий язык, выстроить коммуникации, позволить этому человеку с инвалидностью почувствовать себя, скажем так, уверенным в себе и преодолеть какие-то преграды – это важно. И это нужно обществу, и это несет огромное значение для развития вообще в целом региона и страны. Ваши посетители – это как детки, 3+, так как я понимаю, далеко пожилые люди? Да, так и люди пенсионного возраста, они активно посещают наше театральное направление, коллектив. Есть вдохновение, где делаются миниатюры небольшие, очень юмористические. Вы можете увидеть это, посетив наше мероприятие. Но я скажу, что на данный момент мы пришли к проектной деятельности. Мы понимаем, что наибольший эффект для общества несет с собой создание какого-то того или иного проекта. Вот, допустим, мы можем из того, что уже было реализовано в прошлом году, и в этом вспомнить парикмахерское искусство, когда девочки получили образование, грубо говоря, профессию новую, освоив парикмахерское искусство и искусство визажа. Сегодня они зарабатывают на дому. Это важная составляющая дальнейшей нашей перспективной развития. Потому что когда человек приходит просто заниматься творчеством, это одна сторона. Когда человек понимает, что помимо работы на заводе, он может также раскрыть какие-то новые грани своего таланта. На сегодняшний день я могу рассказать о проекте «Уверенное», который прошел в прошлом году при поддержке одного из немецких фондов, когда человек действительно с инвалидностью, допустим, по зрению, смог обрести уверенность в себе и пойти дальше работать, совершенствоваться. Сегодня мы уже открываем каоркинг-центр для людей с инвалидностью, который позволяет интересные для общества идеи, какие-то социальные проекты, бизнес-инициативы приходить, презентовать. Мы дорабатываем идею, находим партнеров, находим инвесторов. И один из проектов «Киноинклюзив» уже подался на грант «Сошоуикенд». Это наши белорусские грантодатели. И мы вышли в полуфинал. И надеемся, что люди с инвалидностью смогут обучиться профессиям сценариста, режиссера, кинооператора. И, собственно, выпускать собственный YouTube-канал и зарабатывать на этом также деньги. Стоит отметить, что вот этот опыт гомельчан, он достаточно уникален в масштабах страны. Это единственный центр инклюзивной культуры в Беларуси. На сегодняшний день это единственный центр инклюзивной культуры, который вобрал в себя много направлений и активно развивает их. Но я хочу сказать, что интерес есть. Интерес есть в каждом регионе. Мы периодически созваниваемся, делаем консультативные связи, мастер-классы. И на сегодняшний день формат каворкинга, он наиболее, скажем так, легок на подъем, поскольку это предполагает собой создание офисного помещения, допустим, там 80 квадратных метров. Это если брать наш пример, да, где человек может прийти с инициативой и выстроить полностью весь процесс. Площадка для роста. Да, это площадка для роста. От идеи до непосредственно реализации. Знаю, с коллегами расшифровываете аббревиатуру центра, ЦИК, следующим образом. Ценим интересы каждого. По-моему, неплохой девиз в работе. Опять-таки, это идея нашего руководителя коллектива. И это очень весомый вклад в целом, когда каждый руководитель, каждый ребенок, посещающий центр, выступает с каким-то желанием сделать что-то для общества и в целом для города. Как корабль назовешь. Я скажу, что мы выработали буквально тоже в этом году миссию центра, что сейчас является очень таким важным моментом, когда человек приходит и знакомится с коллективом, с центром, что же, к чему же мы идем. И вот миссия наша звучит как воспитываем инклюзивное общество. Кирилл, спасибо за это интервью, успехов в полезной деятельности. И до встречи в эфире. До свидания. Проверен временем, любим зрители. Гомельский областной драматический театр отметил 80-летие. Торжества прошли в рамках международного фестиваля «Славянские театральные встречи». Нам 80. Со сцены в тот вечер это с гордостью произносили актеры, режиссеры, авторы пьес. Сегодня театр объединяет далеко не одно поколение людей. Он притягателен своей мудростью, но и умеет удивлять новаторством. Евгения Кухаронок продолжит. Свет софитов заменяет им солнце, сцена, землю. Ежедневно они надевают разные маски и выходят к зрителям. Однако только не сегодня. Только не в юбилейный вечер, посвященный 80-летию со дня основания Гомельского областного драматического театра. Открытие Гомельского русского драматического театра состоялось 20 декабря 1939 года в деревянном цирке по улице Комсомольской. Премьерный спектакль «Ревизор по пьесе Гоголя» публика встретила с восторгом. Вот это современное здание театр приобрел в 1954 году. С круглой датой со дня основания коллектив театра поздравил руководство области и города, а также многочисленные уважаемые гости, поклонники искусства, которые уже 80 лет подряд создают на Гомельской сцене. Слова благодарности за службу театральному искусству чередовали с вручением почетных грамот. Заслуженные награды получили актеры, режиссеры, декораторы, а также другие работники театра, которых на сцене и не увидишь за исключением вот таких праздничных поводов. Завершился вечер традиционным капустником. Кстати, это торжество проходило в самый разгар славянских театральных встреч. В этом году участие в 14-м международном фестивале приняли артисты девяти театров из Мозыря, Минска, Брянска, Чернигова, Таганрога, Тбилиси и, конечно, Гомеля. Всего на сценах областного центра за пять дней зритель увидел 10 спектаклей. Закрыли фестиваль постановкой, которую сыграли артисты двух театров Черниговского музыкально-драматического имени Шевченко и Гомельского областного драматического. На неделе в областном центре прошли отборочные туры крупнейших конкурсов эстрадных исполнителей. Более 30 вокалистов со всего региона испытали удачу попасть на Славянский базар в Витебске. Отбор на международный фестиваль проходил по двум номинациям – конкурс исполнителей эстрадной песни и детский музыкальный конкурс. В итоге жюри выбрало трех взрослых и пять юных вокалистов, которые вскоре представят Гомельскую область на республиканском отборе. В картина галереи имени Ващенко на неделе презентовали сразу три новых выставки. В Великий христианский праздник, введение во храм Пресвятой Богородицы, здесь открыли экспозицию под названием «Заступница усердная», в которой представили уникальные иконы из фондов Гомельской епархии. В рамках выставочного проекта впервые широкому кругу зрителей представили икону Божией Матери – грузинская, одну из дореволюционных святынь Гомеля. Считалось, что полковая святыня Гомельского абхазского полка была утрачена, но в результате целенаправленных поисков в марте 2019 года икона вернулась в Гомель. На выставке представлены и другие уникальные иконы, а особое место в экспозиции заняли работы народной иконописи. От праздников церковных к светским. Вторая свежая выставка в галерее посвящена приятным хлопотам по украшению дома к новогодним праздникам. В частности, здесь представили огромную коллекцию елочных игрушек и поздравительных открыток 1940-80-х годов. Все экспонаты принадлежат частному коллекционеру из Бобруйска – Галине Жук. Игрушки из первой половины XX века – ватные, посыпанные мелким стеклом, и картонные, покрытые фольгой. Те, что создавались позже, легко угадываются по формам. Многие посвящены значимым датам и событиям. Самое ценное – из коллекции по сказкам Чуковского и Джани Радари. Их полное собрание сейчас оценивается в 20 тысяч долларов. Почувствовать Рождества волшебные мгновения приглашает третья выставка галереи. Здесь представили антикварные предметы из коллекции Сергея Путилина. Мебель, самовары разных форм, размеров и производителей. Прочие предметы для чаепития, патефоны, часы, изделия с фарфора и стекла. Всего более ста экспонатов. В выставочном зале воссоздали четыре полноценные гостиные – две русские, две европейские. Увидеть выставку Рождества волшебные мгновения можно вплоть до Старого Нового года. С самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухаронок и Сергей Лукашук. Культурное обозрение подготовлено специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова